Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, любители шахмат. Сегодня мы посмотрим партию между Леоном Ироняном и Владимиром Крамником с мемориала Олехина 2013 года. Вообще турнир известен, прежде всего, своей качественной игрой. Довольно много было хороших партий. И это одна из них. Ну давайте приступим. Леон Григорьевич играет белыми. Д4, конь f3, d5, конь c3 и c5. Ну это такой полу-тараж. Вообще Крамник черными играл постоянно одни и те же схемы. Никогда он практически не играл g6, будем так говорить. То есть в цепи анкетированные всякие схемы. Если вы ищете какой-то надежный репертуар, ну вот, конечно, Крамник за черных. Там очень много материала именно на основе того, что он играл одни и те же схемы. Размен и e4. Разменяли коня, разменяли здесь и слон b4 шах. Ладно, сделаем еще эти два хода. И вот возникает позиция. Довольно популярная. На высшем уровне еще встречается постоянно. Это напоминает защиту Грюнфельда, но в Грюнфельде черные ставят пешку на g6. И, конечно, в Грюнфельде, когда кони f6, g6 играют черные, то у белых огромный выбор системы. Здесь более идет такая прямолинейная игра. И вот такую табию, скажем, достигают стороны очень быстро. Вот где c1. Ну, тоже логичный ход. Занимают линию пока. И, скажем, слона пока можно подождать. Если c4, слоне 2 можно сыграть. И продолжить развитие. Я хотел сказать такую вещь, что мне вообще позиция черных нравится. То есть, это вызвано тем, что разменяли две фигуры черные. И центр этот, он как бы важен, но не настолько важен. То есть, задача центра, на мой взгляд, в том, чтобы стеснить фигуры. Когда фигуры развиты, и черные сыграют здесь b6, слон b7, то центр, ну, не играет такого значения. b6 играет крамник. Слон d3, слон b7, рокировка. Конь d7. Ну, здесь один из ходов может быть h6. Поскольку, все-таки, у белых есть определенные возможности прыгнуть к нему, допустим, на g5, сыграть d5. И вот, тремя фигурами пытаться создать серьезные проблемы. Ферзь e3. Такой, общий укрепляющий ход. Ну, в первую очередь, пешка на d5 защищена, на d4. И затем, может быть, можно сыграть ладья d1. То есть, для того, чтобы создать давление на ферзя черных. Ладья c8 и e5. Ну, вот, неожиданное довольно решение. Мне, конечно, я бы так не сыграл никогда. Я бы продолжал развитие ладья d1, h3. Но, обратите внимание, что раньян вырезает коня. То есть, назад, конечно, совсем не хочется играть конь b8. Потерять два темпа. А поле f6 уже недоступно для черных. Ну, то есть, если бы они сыграли конь f6 вместо ладья c8, то могло бы последовать e5. И, забирая поле f6, у белой начинают такую серьезную атаку. Есть даже тематические, такая брошюра советская. Читал, вот, атака... Атака на короля с пешкой на e5. Да, то есть, как бы, вот, типичная структура. И, когда удается отогнать коня, то вот эти три фигуры начинают резко давить на позицию черных. Слон f3. Вот, неожиданное решение от крамника. Отдает сильного... Сильного слона. Конь пока еще не определен. Но, конечно, у коня тут есть перспективы. То есть, прежде всего, поле d6. Да, то есть, если он туда доберется когда-то, то белые создадут, ну, получат большой перевес. Ферзь h4. Атакую пешку на d4. И здесь сыграл после получаса обдумывания. Ферзь e3, конечно, любой бы сыграл, так, в партии по минутке, там, легко. Но, допустим, главным образом Араньян раздумывал над ходом слон b5. После коня b8. Искал здесь перевес. Но перевес, он говорит, что никак тут не удавалось найти. Все-таки тут пешка под ударом. Мало фигур. Ну, и коня на b8 не удается, как бы, использовать. Так вот, последовала ферзь e3. Владея d8, f4. Ну, вот эта идея Араньяна в том, чтобы сыграть f5. Придется черным брать на f5. И белые организуют проходную пешку. Ну, довольно трудно это все, вот, представить. Что именно, вот, эта пешка будет решать. Но проблема черных в том, что особо контр-игры у них нет. Им приходится играть пассивно. Последовал размен. Просто вот проводят этот план белые. Забрали-забрали. Владея d8 и владея d1. Ну, вот Крамник утверждает, что недооценивал этот ход. Может быть, как-то он бы по-другому сыграл. То есть, выясняется, что, опять же, белые очень укрепились. Никак, никаких подходов нет. Фигуры стоят, ну, как бы, активно внешне. Но белые защищены. У них есть вот идея играть d5, d6. И затем черные будут вынуждены совсем уже на последнюю диагональ, горизонталь отходить. Конь g6. И здесь вот Аронян меня удивил. Он сыграл слон g6. Просто, ну, напряжение таково, что хочется играть более спокойно, но давить в более спокойной позиции, да. То есть, есть и другие способы, но вот отдает слона на коня, меняет. И d5. То есть, здесь, ну, и Аронян, и Крамник отмечали, что нет никакой контрыгры у черных. Ферзь e4, d6. И ферзь e6. Ну, приходится так играть. Нужно как-то не давать поставить пешку на d7, которую защитят белые. И тогда, ну, никак черным будет вообще не развязаться. Королем уже будет невозможно подойти. А белые смогут усиливаться постепенно. Ферзь e3. Тут начались такие шахматы, кто кого пересидит, потому что так просто тоже белые не могут нападать. Ну, вот вынудил после того, как Крамник сыграл а6, b5, у белых есть возможность атаковать эти пешки ходом ферзь b6. Ладья d7, подготавливая ход f6. Главная идея черных. Если сыграть в этой позиции f6, то после ферзь b6 будет атакована ладья. И пешки а6, b5 за ними тоже надо следить. То есть белые начнут забирать пешки. d7. И король h7. Ну, это ошибка. По мнению компьютера, f6 было сильнее. Но трудно, конечно, решиться на такой ход. По компьютеру здесь черные достигали такой ничьи интересный шах. Ферзь e2. Мне кажется, что... Сейчас, одну секунду. Ферзь e3 шах и ферзь c5. То есть вот здесь Аронян утверждает, что... Белые в таком цукцванге находятся. То есть не может ферзь уходить. А если ферзь уходит, то... Смогут забрать здесь черные эту пешку. На d6. И затем партия закончится в ничью. Король h7. Но это такие нюансы, конечно, невозможно все заметить. Уже на... Там, не знаю... В конце, уже в цейкмоции, скажем так. Так, ферзь e5. Где d8. Маневры. И... Внуждает здесь размен ферзей. Аронян. Последовал размен. И... Активность короля решает. Не забирает даже эту пешку. Размен. Ладья а8. То есть пешка d6 по-прежнему очень сильна. И черные не успевают ее забрать. Отрезает короля. Е1 ферзь. И после короля d6... Король черных атакован. И получает мат 2 хода. Да, если сыграть, допустим, король h5. То последует... Ладья а8 мат. Ну, спасения здесь никакого нет. Так, спасибо вам за внимание. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok